здравствуйте уважаемые друзья сегодня мы рассмотрим тему такую как можно ли хранить хвойники и растить хвойники в квартирах и на балконах на балаконниках и тому подобное я вам скажу так ну я сторонник того что хвойные выращивать в квартире и вообще в закрытых помещениях я не рекомендую это во первых первое что что для меня самое главное и важное то что у хвойные хвойные это уличные растения второе хвойные имеет свой мир и не надо к нему лезть и как-то в него внедряться у вас свой мир в квартире на балконе там вы сохраните инструменты стремянки что там я не знаю мало ли что может быть у кого-то просто столик сидит там кофе попить выходит у хвойных свой мир для того чтобы они росли и радовались жизни как говорится ему нужно простор или свой свой мир свой мир можно сделать в теплице можно сделать на балконе я не спорю где-то на балконе можно сделать это но вы учтите что если вы сделаете это то вашего там ничего не должно быть вы заходите только следите за хвойным все как они обитают не только не потому что будут расти у кого-то кто-то может возразить я скажу ну как же у меня же растет у меня растет я там просто поставил она растет да она может год может и полгода порасти а потом скажет привет гуляй вася все я умываю руки поэтому растить полностью и долго вообще не я не вижу смысла и вы не сможете это сделать может кто-то сможет у кого-то есть опыт напишите в комментариях кто вырастил там елку или растил по пять лет но я вам скажу честно что навряд ли найдется такой человек если найдется дай бог то есть или он соблюдал очень хорошую хорошую постоянную атмосферу которая хвойникам очень нравится хвойные растения это уличные растения еще раз повторяю это просто ну как как свой мир я еще раз объясню просто чтобы не уходить далеко от темы я скажу так вы например живете квартире вы там обитаете дорогу вы живете а им жить с вами извините меня ну как на подоконнике вы зайдете штору и все как бы все нормально нет так не пойдет хвойным нужно свое место где они будут расти и развиваться даже мечтать думать о будущем я не знаю там у них свое мировоззрение и миросоздание поэтому развиваться как тогда там тоже где то есть такое поэтому я советую все хвойники растить и выращивать в открытом грунте или же сделать такую теплицу ну к примеру как у нас или сделать им свой мир свой свое отдельное помещение в котором можно будет просто сидеть и просто расти понимаете где вы пришли по ухаживали за ним и все и опять же это место нельзя забывать потому что вы как бы владелец этого этого всего и вы за в ответе за того за тех кого приручили это одно второе хочу сказать следующее в теплице и квартире вырастить можно но вы поймите что причем вы вырастите вы во первых когда вы вырастите она сразу же пойдет у вас в грунт то есть это не просто в грунт вы как поставили в дорастили его квартире там до определенного роста то есть зимой поставили она выросла у вас весной вы пересадить должны обязательно иначе в она у вас она не будет маленьким и она не будет развиваться она не будет большим она никаким не будет поймите это правильно от слова вообще я я полагаю что нельзя вот у меня например есть еловый микс он посадил в этом году месяц назад я вытащил его из открытого грунта и посадил вот он дал уже новый побег новый побег я его обрезал стволики освободил убрал стяжку который мы стягиваем растение здесь штук 20 сеянца сеянца трехлеткой я сажал год он порос и вот что у меня получилось я все стволики оголил аккуратненько все промыл там что внутренние чего не собиралась но он уже дал хорошие побеги вот и вы думаете если я его оставлю расти в горшке в лето он вот это ветер задувает вот так у нас да и не пойму почему так надо смотреть потом ладно так на чем мы остановились на том что вы думаете что он будет расти и за лето он еще больше вымыхать нет однозначно он его надо будет пересаживать в грунт и там чтобы он и радовался жизни на этом месте он чувствовал вот эти ветра чувствовал все если сейчас его пересадить даже когда он пошел ну конечно в зиму же нельзя сегодня уже 7 декабря я посадил в начале ноября вот он дал побег и остальные растения которые я мучил тоже уже пошли и там не сам шип пошел я покажу довольно поэтому вывод давайте придем к тому что вот здесь это да у меня тут идет черенкование у меня идет вот в контейнерах черенкование вот туя которую мы посадили вот да она растет она даже побег дала чуть чуть видно да можжевельник тоже у нас хорошо пошел то есть с этим проблем нет то есть если вы организуете то то атмосферу которая должна быть тот климат который должен быть для роста хвойных то вы получите два результата я скажу немало результат то есть чтобы организовать надо температуру держать примерно от 18 до 24 градусов но сегодня у нас тут 20 градусов тепла тут ну тут очень большая влажность для посева семян это категорически неприемлемо потому что они все полягут перевлажнение почвы а для черенкования к примеру это очень хорошо для черенкования в том смысле что черенок он будет набирать он влажность берет через хвою и рост происходит все таки через хвою хоть вы не обрезали корень вы думаете там нарастает то все питание он получает через хвою и корневую надо ставить через наращивать через хвою тоже поэтому вариант один или делать теплицу тут хорошо у меня падает свет тут отопление хорошее то есть независимо от дома дома вы опять же вы дергаете это отопление ручку отопления дергаете туда-сюда кому-то холодно кому-то жарко кого-то дует кого кому-то наоборот проверить надо поэтому вы живете в семье вы поставили дома на подоконнике и думаете просто вопрос некоторые даже задают а можно мы на новый год поставим там новый год у нас с 1 по 14 вы прекрасно знаете и сколько у нас стоят елки а так занести ну тоже вам не весело будет я думаю чтобы занести на полчаса у нового стоит елочка и быть доволен нет надо посадить ее во дворе вырастить где например как у меня вот еле стоит обыкновенная ее формирую и же 15 лет и она довольно таки хорош даже больше уже ну на этом вопрос я думаю закрыт если у вас еще есть вопросы пожалуйста задавать то есть главное что мы выяснили я мы с вами и что вы хвойные надо держать своем мире дать им свой мир то есть открытый грунт и определенное помещение если вы даже это делаете на балконе то вы должны обеспечить светом как у нас тут полностью по кругу свет вот только раз кино и два стена остальное все по свету и солнце у нас встает он там и она идет и в обед она вот здесь над нами и здесь жара я бегу быстрее открывать у нас есть форточка проветривать и все нормально получать все нормально да по поводу черенков сразу будет вопросы я знаю что я снимаю видео видео я не выпущу пока не будет результата результат какой будет я сейчас вам не скажу я затем ковал а это уже промышленных масштабах где-то около 800 штук черенка еще буду черенковать здесь аду содержание хвойных дома дорастить вы их можете да ну и учтите что не более чем дорастить а растить дома тем более в вазонах это надо очень хорошо ухаживать на рынке влажность увеличивать там постоянно следить за ним такого что-то получится так мы не знаю просто на этом все с вами был евгений филимонов и питомник воины дворик всего доброго всем спасибо всем удачи и и Продолжение следует...